Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и сегодня мы поговорим о полутеневом лунном затмении, которое состоится 30 ноября 2020 года. Где и как его можно увидеть, да и вообще, стоит ли смотреть? Давайте разбираться. Поехали! В этом году было сразу несколько полутеневых лунных затмений. 10 января, 5 июня и вот теперь последнее в этом году, 30 ноября. Было еще 4 июля, но оно не наблюдалось с территории России. Итак, по традиции о природе этого явления. Лунные затмения происходят, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию и примерно в одной плоскости. И в этот самый момент Земля отбрасывает в космос свою полутень и тень. Что такое тень, мы более-менее все знаем, а вот про полутень давайте посмотрим мое объяснение из предыдущих видео на эту тему. Итак, бывают два типа источников света. Точечное и протяженное. От точечного источника образуется только тень. Область, куда вообще не попадают лучи света. Вот так вот. А с протяженным чуть сложнее. По сути, он ведет себя как множество точечных источников. Но чтобы обозначить границы, нам достаточно двух крайних точек. В том месте, куда свет не попадает ни от одной точки нашего источника света, наблюдается тень. А в том месте, куда свет не попадает от одних точек, но попадает от других, наблюдается полутень. В общем, полутень это область пространства, которая освещена лишь частично. При этом полутень намного светлее, чем тень. Когда Луна попадает в земную тень, это отлично видно с Земли. Вот, например, Луна частично погрузилась в земную тень. Это частное лунное затмение. А вот Луна полностью погрузилась в земную тень. Это полное лунное затмение. В этом году ни частных, ни полных лунных затмений не было. Наблюдались одни лишь сплошные полутеневые. То есть Луна погружалась только в земную полутень. Как я говорил, земная полутень намного светлее, чем тень. Поэтому заметить это явление намного сложнее. Это как черная кошка в темной комнате. Точнее нет, это как светло-серая кошка в светлой комнате. Вот так вот, наверное, правильнее. Лунное затмение происходит лишь в полнолунии. Только так и никак иначе. Вообще сам факт затмения привлекает внимание к Луне, как к космическому объекту. Поэтому можно наблюдать Луну в телескоп или в бинокль. Поизучать детали ее поверхности. Это можно сделать, например, с помощью Мун-Атласа. Там отмечены моря, горы, кратеры. А также имеется вся основная информация о них. Либо же можно взять карты, основанные на фотографиях Луны. Такой проект, например, делал Дима Селезнев. Но не забывайте о рубрике «Лунные маршруты», которая выходит у меня на канале. Из литературы, которая посвящена Луне, можно посоветовать уже старую советскую книгу, которая стала классикой. Это «Луна и ее наблюдения». Ну а из свежего могу порекомендовать вот такую замечательную работу Виталия Егорова «Люди на Луне». Вообще, если вы любите литературу, любите читать и топите за науку, а как может быть иначе, хочу посоветовать вам YouTube-канал «Книжный чел». Канал о чтении и рациональном мышлении. Так его позиционируют авторы. Здесь вы можете найти множество книжных рекомендаций от известных людей, в том числе ученых и популяризаторов науки. От Александра Панчина, Аси Казанцевой, Обри Ди Грея. Те же интервью с интересными людьми. В общем, сами посмотрите. Я думаю, вам понравится. Ссылка в описании. Ну а чтобы понять, что же нас ждет 30 ноября, давайте отталкиваться от тех затмений, которые уже наблюдались в этом году. 5 июня. Луна зашла в земную полутень лишь наполовину. И это было, скажем так, совсем кисло. Можно сказать, что незаметно для невооруженного глаза. Другое дело 10 января. Тогда Луна оказалась почти на 90% погруженной в земную полутень. И я лично видел, что в момент максимального погружения невооруженным глазом было заметно, как потемнел южный край Луны. Более того, я транслировал это затмение. И вот ускоренные кадры из этой трансляции. Ну и здесь вопросов никаких не должно быть. На камеру затмение легко заметно. Надо сказать, что 30 ноября максимальная фаза составит 83%, что чуть меньше, чем 10 января, но заметно лучше, чем 5 июня. В отличие от предыдущих двух затмений этого года, 30 ноября слегка потемнеет северный край Луны, а не южный. Что касается времени, начало затмения в 10 часов 32 минуты по московскому времени. Максимум, а это то, что нас интересует в первую очередь, в 12 часов 44 минуты, а окончание в 14 часов 52 минуты. Что касается географии, то тут все не так уж и просто. Европейская часть России, можно сказать, курит в стороне. Здесь затмения видно не будет. Если уж не считать самых северов. Вот, например, в Мурманске затмение будет. Правда, Луна там будет на самом восходе, а пик затмения уже будет пройден. То есть формально на бумаге затмение будет, а в реальности, на практике, можно не смотреть. Другое дело, например, в Воркуте. Вроде как тоже север, но Луна там зайдет за полчаса до максимальной фазы затмения. Это значит, что все самое интересное будет впереди. Но наиболее удачные условия сложатся от Красноярска и восточнее. Самое лучшее место, пожалуй, это Дальний Восток. Я оставлю в описании ссылку на интерактивную карту затмения. Можете пройти и посмотреть. Здесь вы можете найти свой населенный пункт и понять, видно там затмение или нет. И если видно, то во сколько. Если вам повезло, у вас наблюдается затмение, и у вас ясно, я рекомендую провести один маленький эксперимент в дополнение к визуальным наблюдениям. Да, натренированный глаз без проблем сможет увидеть это полутеневое затмение. Но вот новичкам будет не так уж и просто. Кто-то, возможно, даже будет кричать, что затмения не было, и вы все врете. Так вот, чтобы не вляпаться в эту историю, рекомендую вам фотографировать это затмение. Нужно сделать первый кадр до начала затмения, а второй кадр в момент максимальной фазы. При этом советую фотографировать на нормальный фотоаппарат, а вот все эти ваши смартфоны засунуть себе в карман. При этом на фотографиях у вас не должно быть пересветов, должны быть видны детали луны, и все снимки должны быть сделаны с одинаковыми настройками камеры. После того, как вы получите эти кадры, вы сможете их сравнить и воочию увидеть ту самую неуловимую полутень зимы. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если хотите поддержать Astro Channel, вы можете это сделать на Патреоне, ссылка в описании, а также нажав кнопку «Спонсировать» на Ютубе. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока.